девочки всем привет я вам видео говорила что я приду на открытие магазина наша девочка рукодельница открылась и для себя магазинчик и для нас чтобы мы могли себя порадовать вот такими мягкими ниточками девочки смотрите кому вдруг понадобится есть наличие ализе ангора gold вот этот стеллаж этот стеллаж и вот верхние из наличия в принципе и залезы здесь есть суперлана макси вот на голд еще есть ангора gold девочки кому что надо приходите я вам потом покажу снаружи как выглядит магазин вот здесь у нас ниточка yarnart а нет газал вот смотрите девочки газал хлопок на весну если есть желающие то обращайтесь к надя у вас будут это вот эту ниточку я ни разу не видела смотрите девочки какая ниточка тоже мерсеризованный кажется до хлопок я бы сейчас все это поштучно показывала бы вам но к сожалению я тороплюсь сына оставила и по-быстрому по-быстрому девочки кто вяжет из толстой ниточки вот есть в наличии такая пряжа тоже лоноса зерда вот есть такая вот для толстых кардигана вот посмотрите цвет просто классный прям индиго электроцвет ниточка такая мягенькая мягенькая ну короче девочки я снимаю для вас чтобы вы пришли чтобы у вас смотреть есть вот такие даже для рукодельниц тоже сумочки чтобы вязать вот сам как и называют не канва а ну короче на конструктор для сумок имеется в наличии такая карачаевская да кажется ниточка вот в пасмах для желающих есть еще вот для вышивки кто занимается потихонечку ассортимент будет пополняться так это у нас ниточка короче смотрите девочки все мы так потихонечку показываю приходите есть вот такая для пледиков вот потихоньку ассортимент будет пополняться у нади есть еще кстати вот такие следы подошва то есть следы для шлепок смотрите еще такая ниточка есть к необычная какая-то барашек короче есть всякие варианты и сейчас еще покажу вам спицы сейчас пройду с этой стороны вот есть как я всегда говорю не обязательно должна у вас быть чьягу или хаяхая в руках вы можете вязать и китайскими если вы умеете это делать так что вяжите девочки не бойтесь вам все все здесь понравится так кажется я все сняла кстати есть еще такие крючки кажется для тунисского вязания да если есть желающие то пишите нади для сумок есть фурнитура все девочки приходите будет через две недели будет уже пополнение товара завоз новых ниточек новой партии так что будем всех ждать а а это для вас менее краткий обзор девочки вот магазин магазина ружан здесь они находятся и вот остановка восток приходите надя всех ждет дорогие мои подружки девочки а то и в каждом видео обращаюсь дорогие мои девочки дорогие девочки зрительницы мои посмотрите я сегодня сходила магазин пряжи у нас девочка рукодельница открыла свой магазин пряжи в шамкенте и во время того как я пошла поздравила ее конечно не с пустыми руками и получила свои презентики посмотрите вот такие у меня тунисские крючки появились в ассортименте хотя я ни разу таким тунисским вязанием не занималась и самое что главное у меня появились маркеры а то у меня вообще же маркеров уже видели 5 маркеров всего лишь таких а все одно самодельное вот я получила свои презентики сейчас вот села сняла короткое видео о том как я китлюю планочку к изделию посмотрите тоже с вами поделюсь надеюсь что это видео будет понятно но думаю пускай сейчас у меня дикая бешеная гонка за монетизацией поэтому я снимаю все подряд что возможно не судите строго не злитесь не обижайтесь на меня я такая всегда открытая без лицемерия ненавижу лицемеров терпеть их не могу люблю всегда что было все открыто вот девочки смотрите вот мой сейчас досуг проходит именно так с ночек спит я тут рассматривала свои презентики вот спасибо надо тебе большое желаю процветания твоему каналу пусть все твое задуманное сбудется и пусть будет мир на земле а сегодня мы пришли на день рождения вот такие подарочки она у нас будет будущее профессор наук сегодня у мамы дома еще пока не накрыли сейчас будем накрывать а вот сейчас сейчас всем спасибо здравоохранение девочки как я вам и обещала мы пришли к маме но у нас все по-быстрому мы заказали вот такие салаты чоколи салаты с баклажаном вот мы не стали не стали короче заморачиваться у нас сейчас это все в доступности сейчас я вам покажу плов который я очень тоже люблю у меня сын сидит поэтому у меня камера дрожит вот кубишпед скажи что у салата то да вау 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 вот у нас сегодня будет вау меня утрогас вау вау erto вау да змея вау вау когда я буду вау тогда это заботиться о своих налогоплательщиках. Но вот этот дерьмовый квест делают жители вот этих домов. И нам, жителям моего района, приходится проходить. Это ладно мне раз в 2-3 месяца удается такое счастье побывать на этом квесте. Но что делать тем детям, которые идут в школу, потому что пройдя этот квест, дать школу можно за полтора километра пешком. А если идти ждать автобус, либо же идти в обходную, в круговую, то это уже обходится около 4 километров. Но посмотрите, чтобы за 5 минут дойти до художественной школы, я должна пройти вот это все. Короче, кошмар на улице Вязов. Потому что я не хочу идти в круговую. В круговую пойдешь, тоже ноги не соберешь там. Собак... Ай, сюда, найдем. Собак распускают вовсю жители. Потом, когда Ая придет, пойдем сядем. Вот даже сейчас уже там где-то тявкает собака. Ребенка одного просить приходить тоже страшно. Когда обращались к участковому, да и всякие соцсети, которые смотрят за этим. Ну, помогают якобы мирным жителям. То никакой реакции не было. Наоборот, фоу! Повесили табличку, снимает видеокамера. Но от этого лучше не стало. Я хочу просто с вами поделиться, как я взбираюсь на свою гору Арарат. Сейчас прохожу вот этот квест, который сделали люди. Решила с собой сегодня сына взять. Ой, зимой я не хожу через это, потому что у меня аллергия на холод. А когда уже наступает весна, то нужно это делать мне самой. Вот посмотрите, а, посмотрите, где, ну, не только я живу. Не знаю, может быть, у меня воспитание такое, что я всегда, ну, может быть, чем-то и недовольна, да. Но люди, загораживаясь, загораживаясь заборами, заставляют своих соседей дышать вот этим дерьмом. Ладно, сейчас заберусь, потом выйду в эфир. Моё включение, когда я в целости и сохранности прошла все круги ада в этом овраге. Знаете, дорогие мои, наверное, вы сейчас ужаснетесь после просмотра моего квеста. Ну, раз мы решили снимать все без красок, то, думаю, так будет правильно. Не все живут среди таких лакшери-вилл, не все живут в цивилизованном мире. Я себя считаю культурным, образованным, воспитанным человеком. Но, к сожалению, живу я среди скотов, которые не могут за собой просто элементарно убрать. Поэтому вот мы сейчас... Эй, где ты шлёк? Ой, ладно, мы кошелек посеяли. Всё, включилась ещё раз, потому что пока с вами разговаривала, общалась, этот мой озорной малыш посеял кошелёк с моим богатством. Вроде, смотрите, все живут прилично, в достатке. Ну, извиняюсь за выражение. Короче, ну, ладно. Вот, знаете, вы ещё, наверное, подумаете, а почему не жалуетесь? Я жаловалась. Я написала однажды, даже сняла видео в одну социальную сеть нашу, на что участковые прошли по всем домам, но почему-то ко мне они даже и не заглянули. И поставили запрет, предупредив, что это частная территория, даже если она так засрана нереально, что там ходить нельзя. Якобы, если я там буду проходить, то меня оштрафуют. Ну, не знаю. Если уж такой срач хозяин допустил, то лучше бы штрафовал бы этих жителей. Ладно, мы пойдём с ним в художественную школу.